Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте. В студии Павел Михно и Ксения Чернильцева. Коротко о главном. Без бумажки все нормально и даже лучше. Электронный паспорт автомобиля становится реальностью. Наглядное пособие должно быть максимально наглядным. Или зачем студентов пригласили на испытательный полигон? Еще не народные, но уже любимые артисты КамАЗа возрождают театральное движение. В этом году в России завершается переход на электронные паспорта. Гражданских документов это пока не касается. А вот автомобили первые цифровые удостоверения уже приобрели. И КамАЗ в этом вопросе вновь оказался в числе пионеров. С новым видом документа продан первый десяток грузовиков. Даже заключена пилотная лизинговая сделка. Пока полностью переход не завершен. Поэтому возникающие вопросы и преимущества перехода заинтересованные стороны собрались обсудить в научно-техническом центре автогиганта. Задачу о переходе на электронный паспорт правительство России поставило еще в 2017 году. А с июля 2018 пройти процедуру оформления стало реальностью на практике. По примеру КамАЗа могу сказать, что в прошлом году было оформлено около 10 электронных паспортов. Данные автомобили были реализованы. В итоге поставлено учет в госавтоинспекцию. То есть все необходимые интеракции с электронными документами были пройдены. Идея электронного паспорта вписана в регламенты Евразийского экономического союза. Это позволит автовладельцам пяти государств-членов упростить обращение транспортных средств. Станет проще не только пересекать границы, но и совершать любые зарубежные сделки. Вся информация, которая требуется для таких операций, будет сконцентрирована в одном месте. Главное достоинство этого документа, что электронный ПТС невозможно потерять. Выглядеть ПТС электронный будет как личный кабинет на каком-то ресурсе, интернет, где в режиме реального времени можно будет посмотреть всю историю автомобиля. Отладка системы электронного паспорта заканчивается этой осенью. С 1 ноября каждый новый автомобиль в России будет иметь электронный ПТС. Без вариантов. Уже оформлено более 400 таких документов. С половиной из этих машин совершены сделки купли-продажи. А в базе данных ГИБДД имеются соответствующие записи. В частности, два КАМАЗа оформлены в лизинг. Оба тягача поставлены на учет в Перми. Это была одна из первых сделок в стране как с использованием электронного паспорта, так и финансовых услуг. А вот и еще один плюс. Клиент предприятия тратили 1150 рублей. При оформлении электронного паспорта это будет существенно снижена сумма до 750 рублей. Что дает значительный эффект для владельцев транспортных средств. И сэкономить на новом ПТС смогут не только предприятия, но и граждане. Потому как процедура станет дешевле для всех. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Наглядное пособие должно быть максимально наглядным. А не какой-то там новый фильм учебный. А так, чтобы увидеть все своими глазами и даже посидеть в кабине. Так решили на КАМАЗе и устроили динамические показы и тест-драйвы для студентов. На целых три дня они стали гостями испытательных полигонов автогиганта. Нового, который совсем недавно открыли в НТЦ. И на треке финишного производства автомобильного завода. Походка бодрая, взгляд уверенный, на лице улыбка. Так студент выглядит явно не перед экзаменом, а когда ему искренне интересно. Бывают, конечно же, исключения, но сегодня точно не проверочные тесты. И такой формат явно интересен собравшимся. Показ автомобилей в динамике прямо здесь, на родине КАМАЗа, в диковинку не только студентам. Руководители автогиганта и сами с удовольствием следят за происходящим. Фотографируют и снимают на видео. Не отстают от них и научные наставники. Этот новый формат работы крайне важен и интересен. Потому что будущие конструктора-технологи сегодня видят, каким может быть окончательный результат своей работы. Среди приглашенных на шоу есть и те, кто о КАМАЗе знает не понаслышке. Это те ребята, которые уже работают в НТЦ на полставки, продолжая при этом учиться. Ну, если раньше я не понимал, что такое 4-домоделирование, что-то из себя представляет. А за последние полгода, даже больше, я улучшил свои навыки и могу некоторые вещи делать. Даже сам дома делаю некоторые вещи для себя. А теперь вот появился и наглядный опыт, который на следующий день закрепляли на автомобильном заводе. Тест-драйвом новинки автогиганта модели 54901. Хочется ребятам показать, что умеют делать наши конструкторы. И какие задачи стоят уже перед ними, как конструкторами, которые скоро выйдут из стен технического вуза. В кабине не только парни, но и девушки. Налицо равноправия и полов и интересов. Общее впечатление, как правило, позитивное. Я бы хотел себе такую машину купить и кататься на ней на работу. И таких желающих скоро станет больше. Первый зам гендиректора автогиганта Юрий Герасимов не просто вдохновитель акции. Именно он уже озвучил дальнейшие планы на развитие формата. Программу мы немножко поменяем. Здесь что-то сложности добавится, количество техники еще добавится. И, естественно, постараемся охватить как можно больше студентов. В общем, будут приглашать, не отказывайтесь. Это интересно, мы сами видели, сами знаем. Олеся Новаковская, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. На целых три дня набережные Челны перешли с мирного на военное время. Но только без паники. Не город целиком, а лишь службы гражданской обороны. Проводились масштабные командно-штабные учения по ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий. По легенде учений, на долю КАМАЗа выпал пожар на складе логистического центра. В час икс, о наступлении которого знали немногие, в цехе отгрузки продукции зазвучала сирена. А знание, как известно, сила. Поэтому тут, как тут, на месте оказались и наши корреспонденты. Вполне себе обычный рабочий день нарушает вой сирены. Звук неоглушающий, но очень тревожный. Эвакуация проходит без заминок. На такой случай каждый работник подробно проинструктирован, вплоть до того, через какие двери или ворота он должен выйти на улицу. За борьбу с учебным пожаром сразу же принимаются все, кому это положено. И внутризаводские службы по делам гражданской обороны, и прибывший расчет МЧС. Для всех одна рабочая частота в эфире. Для достоверности – дымовая завеса. Это очень важно в рамках подготовки работников КАМАЗа к защите своего предприятия, к защите здоровья людей, к защите самого предприятия, для того, чтобы мы могли дальше хорошо работать. За работой по ликвидации следит комиссия. В ней представители всех ответственных служб – от охраны КАМАЗа до исполкома города. Кстати, времени на всё про всё немного. По регламенту – 40 минут. Отчёт о работе получаем на месте. Личный состав замечаний не имеет. Действовали уверенно, быстро. Потому что на этом объекте учения проводятся регулярно. Поэтому таких нареканий к личному составу и к руководящему составу нет. КАМАЗ в эти дни стал не единственным местом для тренировок. Сразу после автогиганта учения перекинулись на перекрёсток улиц технической и промышленной. Там, по легенде, произошло столкновение грузового тягача и легкового автомобиля. В машине двое пострадавших. Потом были спортшколы «Навигатор», филиал «Татэнерго», «Челны холод» и далее по списку. В итоге спасли всех. Так же оперативно, как на КАМАЗе. Тагир Закиров, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. В набережных Челнах открылась уже вторая выставка, посвященная полувековому юбилею автогиганта. На этот раз местом исторического вернисажа стала гимназия номер 29. Куда на первую встречу с юными экскурсоводами пришли представители автогиганта. Директор музея КАМАЗа и заместитель директора завода двигателей по управлению персоналом. История КАМского автомобильного Батыра развернулась прямо в коридорах гимназии номер 29. Две недели образовательное учреждение будет работать в формате настоящего музея, показывающего и рассказывающего запечатленные фотомоменты полувековой истории. Экскурсоводами выступят гимназисты. С главного конвейера автомобильного завода сошёл первый автомобиль – бортовой КАМАЗ 5320. Этот КАМАЗ сохранился в качестве музейного экспоната. Интересные факты и правдивые истории будут звучать на русском и татарском языках. Планируется, что выставку посетят учащиеся всего района и соседних школ. Перед гостями развернутся 20 фотографий, которые юные челнинцы самостоятельно выбирали из архива вместе с фактами. Для молодёжи, мне кажется, сейчас это трудно, но востребованность в этой сфере очень маленькая. И поэтому хотим с помощью себя воздействовать этому, чтобы было больше интереса. Ты просто познаёшь, над чём построился твой город. Какая история самого большого предприятия, самого большого завода в нашем городе. КАМАЗ. Я горжусь КАМАЗом. В честь открытия выставки ученики гимназии номер 29 подготовили и номера на тему зарождения автогиганта и важности рабочих профессий. К слову, руководство КАМАЗа надеется, что подобные тет-а-теты с истории завода и города помогут выбрать необходимые на автогиганте профессии. Зная историю, они больше будут уважать и КАМАЗ, и рабочие профессии. И мы смотрим с надеждой в будущее, что эти дети придут к нам и будут продолжать эту нашу историю, нашу, можно сказать, достойную, которую заложили их деды, их отцы. Однако проект на этом не заканчивается. До конца этого учебного года в нём смогут принять участие ещё две школы автограда. В каждой из них вернисаж будет работать по две недели. Кристина Маматова, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. Есть КАМАЗ спортивный, есть песенный, а вот теперь будет и театральный. Второй год подряд на автогиганте проводят фестиваль «Крылатый аргамак». Это не ноу-хау наших дней, а почти забытое, к счастью, возрождающееся театральное движение. Когда-то о театральном КАМАЗе ходили легенды. На каждом заводе, да что там, почти в каждом цехе были свои Чацки и Каренины. И вот теперь энтузиасты вместе с руководством предприятия решили возродить былую славу заводского театра. О поклонниках Мельпомена Италии в репортаже Екатерина Романовой. Люция Хамадинова работает на литейном заводе 10 лет. Здесь встретила свою любовь, вышла замуж, родила троих ребятишек. Здесь же всё это время активно участвует в художественной самодеятельности. Люция, можно сказать, потомственная заводчанка. Причём не только на производстве. В самодеятельность тоже пошла, по примеру, мамы. Мама у нас тоже активно участвовала везде. И она была как председатель цехового комитета. У неё весь цех, действительно весь цех пели, танцевали и ставили постановки. То есть я знала всю её бригаду и весь её цех, где она работала. И таких на КАМАЗе немало. Днём выполняют план, а вечером спешат в клуб «Культура и досуга». Скорее приступить к очередной постановке. Разучить новый монолог или танец. На фестиваль «Литейка» представила три номера. Некоторые артисты заняты сразу в нескольких. Репетировали около месяца. Практически всё свободное время. В этом году тема фестиваля «Моя судьба КАМАЗ». Хотелось именно про судьбы людей поговорить. Вот не КАМАЗ в целом, как что-то такое эфемерное, большое, непонятное, механизм какой-то. А именно люди, 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 люди. От 11 подразделений «Автогиганта» для участия в фестивале было подано 18 заявок по 13 различным направлениям. Просмотр разбили на две части. В жюри – именитые городские театралы и представители руководства «Автогиганта». «Мы выбираем лучшие номера, и уже когда у нас будет заключительное мероприятие в конце года, посвященное 50-летию, лучшие номера, конечно, войдут в те праздничные мероприятия, которые проводятся на всех подразделениях». Лучших выбрали по 18 номинациям. А самые интересные номера «Крылатого аргамака» вошли в галоконцерт, которым и закончилось «Камазовское театральное воскресенье». Екатерина Романова, Дмитрий Кравченко, Вести Камаза. «Автогигант» присоединился к общегородской акции «Субботников». Обновление трудовым десантом проспектов, улиц и зеленых зон города вошло в копилку корпоративной акции «50 добрых дел». Приурочены к полувековому юбилею «Камаза». Метлы, веники, грабли и кисточки пригодились работникам «Автогиганта» сразу на двух площадках – в госпитале ветеранов войн и в доме престарелых и инвалидов. Общегородской «Субботник» открыли литейщики на территории госпиталя ветеранов войн. Здесь заводчане по традиции обновляли площадь после зимы уборкой от старых листьев, собирая мусор в мешки. И хотя в рамках проекта «50 добрых дел», приуроченному к полувековому юбилею «Автогиганта» – это не первый такой выход, желающих помочь учреждению оказалось немало. Как только настала более-менее теплая погода, сразу ребята начали дружно помогать городу, убираться и приводить наш город в чистое состояние. То есть все ребята выходят с довольным, хорошим настроением, все очень рады помочь. Камазовская помощь пришла и в дом престарелых и инвалидов в поселке ГЭС. Сюда заводчане традиционно приезжают два раза в год, устраивая собственные субботники, где у каждого уже есть свои обязанности. Они подготовились к нашему приезду, но они убрали сами вот эти листья, все сами сделали, хотя мы каждый год это делали сами, убирали. Поэтому новая задача у нас – это покраска клумб у них, покраска бордюр и покраска деревьев. И поэтому в этом году мы помогаем именно вот так. И действительно было, что обновить. Бордюры, клумбы и зеленые насаждения трудовой десант в составе полусотни камазовцев привел в порядок в этот день. Так, список добрых дел автогиганты пополнился еще двумя новыми пунктами. Но это не финал. Впереди еще много работы. Олеся Новаковская, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Впереди нас ожидает целая череда весенних праздников и выходных дней. Вести КамАЗа тоже уходят на небольшие каникулы, но следить за событиями не прекращают. Встречаемся в следующий раз, 20 мая, 18.00 на телеканале Чулны ТВ. Тем временем не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганта и города там обновляются без выходных. Этот выпуск Вестей КамАЗа для вас провели Павел Михно и Ксения Чернильцева. Всего доброго. С наступающими праздниками и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok